Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире Сыны Западной Армении. Вагон Варте Ванян. Вопросы армян Западной Армении. Багуза прицел движения автомобилей Красного Христа по Бердзорской дороге. Акция арцахцев у посольства США. Посол Баку в Евросоюзе. Предупреждение за угрозой в адрес депутатов Европарламента, посетивших Армению. Подразделения вооруженных сил Баку открыли огонь. Ранен военнослужащие вооруженных сил Республики Армении. Начаты раскопки крепости на вершине горы Аттис. Концерт «Мы были, есть и будем» платформа Айдерсим. Сыны Западной Армении Вагон Варте Ванян. Вагон Варте Ванян родился 27 декабря 1966 года в Ереване. В 1987 году прошел обязательную срочную службу Советской Армии. В 1989 году окончил Политехнический институт. С 1989 года участвовал в военных действиях. С 1993 года старший лейтенант армии Республики Армения, командир добровольческого штурмового отряда, состоявшего из воинов-освободителей азотомартиков. В ночь на 21 апреля 1994 года Варте Ванян и 38 воинов-отрядов позиционируются на подступу к силу Кармара Ван Мартакерского района НКР. Отряд оказывается перед угрозой блокады. Варте Ванян и 13 азотомартиков отряда берут огонь на себя, остальным отдав приказ отступить. После гибели 13 азотомартиков, оказавшихся в блокаде, раненый командир продолжает бой в одиночку до последнего патрона. Во избежание плена подорвал себя и четырех солдат противника гранатой. Похоронен в военном пантеоне Яраблюш Еревана. Посмертно награжден орденами Республики Армения и НКР «Боевой крест первой степени», указан президент НКР Аркадия Гукасяна от 8 мая 2006 года. Награжден орденом за исключительные заслуги в деле организации обороны НКР, проявленное мужество и личную отвагу. Посмертно удостоен высшего звания НКР, герой Арцаха и ордена Воски Арциф. 173-я Ереванская школа названа в честь Вартаваняна. Установлен бюст, открыта комната славы. Вопросы армян Западной Армении. До XIX века кочари танцевали мужчины, достигшие определенного возраста. Когда танец потерял свое ритуальное значение и стал обычным, танец начали танцевать также женщины. Организация Объединенных Наций по вопросам образования науки и культуры ЮНЕСКО 26 ноября в ходе 13-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия включила танец Ялы в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в немедленной защите, зарегистрировав его под названием Ялы Кочари Тензере – коллективные традиционные танцы Нахадживана. Это событие нашло широкий отклик в Армении. В частности, директор Центра изучения проблем западных армян армянавет Айказун Алварцян раскритиковал действующего и бывшего министра культуры, так как допустили это они. Бакинские СМИ сообщают, временно приостановлено движение автомобилей Международного комитета Красного Креста по Бердзорской дороге. Государственная пограничная служба Баку заявляет, армяне на машинах Красного Креста пытались перевезти нелегальный груз. Отмечено, возбуждено уголовное дело. До окончания следственных действий коридор будет закрыт. Группа граждан Арцаха провела акцию перед посольством США, требуя встречи с послом США в Армении Кристиной Квин, в связи с деланным ею последним заявлением. В беседе с Армой Пресс, председатель исполнительного органа общественной организации во имя Гатрута, организатор акции Левон Айриан напомнил, Арцах находится в блокаде уже более 200 дней. Нет никаких перспектив, что блокада будет приостановлена. Права человека и международные права народа Арцаха полностью игнорируются. Наша цель – передать письмо в посольство США и потребовать встречу с послом, потому что ее последнее интервью вызвало у нас ряд вопросов. В частности, вопрос о нахождении Арцаха в составе Азербайджана. Для нас это очень удивительно, так как мы знаем, что с 1918 года существует орбитажное решение Вудро-Вильсона, где четко подчеркивается, что мир должен уважать право нации на самопределение. Арцах же был включен в состав Азербайджана диктатором Сталина. Причем это была простая оккупация. Российская армия с самого начала напала на Арцах, оккупировала его, затем передав Арцах Азербайджану. Получается, что США, лидер и знаменоносец мировой демократии, величайший защитник прав человека и поборник прав нации на самопределение, отметает право нации на самопределение и следует за диктатором Сталиным и поддерживает его решение. Мы хотели бы услышать ответ на эти вопросы от посла США, заявил Левон Айриан на встрече с представителем посольства США. Добавив, ряд населенных пунктов Арцаха продолжают оставаться под оккупацией Баку. Вынужденные переселенцы Арцаха живут в неопределенности и хотели бы знать подход США в отношении их будущего. Правительство Западной Армении приветствует заявление жителей Арцаха. Наше правительство уже ответило на выступления бывших и нынешних министров Восточной Армении. Арцах является частью востозданного Нубар-Паша государства Армения. Также Арцах самоопределился по всем международным законам. Арцах как полноправная сторона подписал соглашение о прекращении огня Первой Арцахской войны с Восточной Арменией и Азербайджаном 12 мая 1994 года, имея площадь 12,5 тысяч квадратных километров. Нам непонятны жалобы и заявления, в которых арцахцы хотят показать очевидную истину, а не решать вопросы в судебном порядке, как депортированные шуши, по делу которых Республика Западная Армения уже возбудила судебное дело в ЕСПЧ. Офисы представителя Европарламента Роберта Мецолы и Верховного представителя по иностранным делам и политики безопасности Европейского союза Жорзепа Борреля осудили поведение послабаку в Евросоюзе Вагифа Садыкова, который озвучил угрозы в адрес членов Европарламента, посетивших Армению и ознакомившихся с ситуацией на границе с Азербайджаном и назвали его неприемлемым. Вагифа Садыкова вызвали в Европейскую службу внешних связей за комментарии с угрозами, сделанные в Твиттер в адрес депутатов Европарламента. Напомним, что по поводу визита делегации Европарламента в Армению Садыков разместил в Твиттер пост с угрозами в их адрес. Этой темой коснулась информационная платформа Oxmedia, процитировав реакцию спикера Евросоюза и главы делегации, посетившей Армению депутата Совета Европы Натали Луазо на комментарии с Садыкова. Представитель Евросоюза подчеркнул, что осуждают такое поведение, которое не подобает аккредитованному в Евросоюзе послу. На угрозу посла Баку также обратил внимание ее обсервер, проведя беседу с Натали Луазо. Луазо сообщила, что направила письма председателю Европарламента и верховному представителю Евросоюза Жозефу Боррелю относительно комментарии с Садыкова. В офисе с Жозефа Борреля отметили, что Европейская служба внешних связей в этой связи с этой записью вызвала посла Баку и предупредила его, что ожидает, что это будет в последний раз, когда азербайджанская дипломатия проявляет такое неуважительное отношение к институтам Евросоюза и их представителям. Натали Луазо добавила, что угрожающие и оскорбительные комментарии посла Баку в Евросоюзе не единственны в адрес депутатов, посетивших Армению, уточнив, что другие официальные лица Баку назвали их коррумпированными. Луазо подчеркнула, что такую риторику использует сам президент Алиев. 12 июля в 5.30 утра под отделением вооруженных сил Баку открыли огонь на управление армянских позиций, расположенных на участке Тех, в результате чего получил ранение военнослужащий вооруженных сил Республики Армения. Состояние военнослужащего оценивается как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. Группа археологов Института археологии и этнографии начала раскопки на территории недавно обнаруженной крепости на горе Атиско-Тайской области, сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении. Шамирами Берт крепость Атис находится на вершине горы Атис. Широта стен колеблется в пределах 2-4,5 метра, высота 1-3 метров. Построены они из необработанных базальтовых камней крупного и среднего размера. В восточной селе сохранился вход шириной 3 метров. Сохранившаяся часть ограда около 3 метров с высотой более 10 рядов. В состав экспедиции входит 6 армянских и итальянских археологов. Полученные данные позволяют датировать древнее место бронзо-железновым, античным и средневековыми периодами. В ходе раскопок обнаружены интересные артефакты, глинные сосуды разных эпох, наконечных стрел из обсидиана бронзового века, предмета роскоши из камней, железа и бронзы. Печать 5 века до нашей эры, также серебряная монета с изображением Александра Македонского. Завершение раскопок планируется на конец августа. Концерт «Единство и солидарность» под девизом «Мы были, есть и будем» состоится 12 августа 2023 года в 19.15 на площади Сеид-Рыза города Дерсим в Западной Армении. Организаторы Айдерсим-платформ. В ходе концерта выступит Умут Алтынчах в сопровождении музыкантов. Встречу выступит представитель армянской платформы Айдерсим и журналист «Единедельные газеты АКОС». Цель мероприятия «Корни армянской культуры». Цель организаторов концерта – объединить проживающих в Дерсиме коренных армян, создать возможность самовыражаться, объединиться для участия в происходящих здесь событиях, напомнить о своем существовании, корнях и правах. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. «Корни армянской культуры» Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!